Чур, я первую буду крутить колесом. Как мне повезло, я просто обожаю колбаски. Круто, что мне выпали именно они. Точнее, одна огромная колбаска. Вкуснятина. А теперь я узнаю, какая вкусняшка достанется мне. Блин, я же хотела вкусняшку, а не гадкого таракашку. Может, еще не поздно все переиграть? Нет, я не позволю. Ты хочешь, чтобы я ела эту гадость? Они же воняют и ползают. Нет, я не буду. Я и без того их очень боюсь. Не хочешь по-хорошему, придется по-плохому. Время колеса наказаний. Нет, я лучше тараканов слухаю. Хотя они к моей аппетитной пицце совсем не подходят. Они атаковали мою руку! Нет уж, на такое я не подписывалась. Ужас! Джули, а ты чего ждешь? Пора бы и тебе колбаску слопать. Полностью согласна. Думаю, я сделаю из пиццы хот-дог. С начинкой из вкусной колбасы. Смотри, как круто получилось. Ничего вкуснее я давненько не пробовала. Толбаса идеально дополняет вкус пиццы. Это намного вкуснее, чем обычные хот-доги. Джули, ты вынуждаешь меня откусить твою вкусняшку. Я с удовольствием это сделаю. Ты что творишь? Кто тебе разрешал трогать мою сосиску? А ну отдай ее мне! Как тебе не стыдно? Ешь своих тараканов. Не хочу. Их так много. Они явно хотят съесть мою пиццу. Ничего себе. Их и правда целая куча. Пошли все вон. Дайте мне хотя бы откусить пиццу. Ничего себе. Они мне почти ничего не оставили. Ну, так даже удобнее. Она только что съела таракана. Какой кошмар. Кажется, в моем рту кто-то поселился. О нет, пошел вон. У Милы во рту теперь тараканье царство. Можно в этот раз я буду первый крутить? Интересно, что выпадет мне в этом раунде? О нет, только не червяки. Я буду рада жвачке, а не червякам. Ура! Хуба-бубу я люблю. Красота. Теперь моя очередь крутить колесо. Что? Это не честно. Почему кому-то жвачки, а кому-то куриные лапы? Они же мерзкие, страшные и противные. Да уж, не завидую я тебе. А ты бы лучше побыстрее все съела. И правда, чего это я жду? Пора разложить эти жвачки на пиццы, чтобы было красиво и вкусно. Они такие яркие и длинные. Какая красота. Та-дам! Ну как? По-моему, получилось просто потрясно. Да, выглядит круто. Не то, что куриные лапы. Кстати, у меня появилась отличная идея. Мила будет в восторге от пранка, который я для нее придумала. Это еще что за гадость? Нет уж, это уже слишком. Лучше бы ты эти лапки не мне в лицо пихала, а на пиццу клала. Так будет более продуктивно. И за что мне такое наказание? Я бы могла наслаждаться вкусом пиццы, но мне придется давиться куриными лапами. Ну как, Джули, тебе нравится вкусная пицца? Ты еще и издеваешься? Ешь лучше свою пиццу. Да, конечно. Почему бы вкусную пиццу и не съесть? О да, как же это круто. Я и не думала, что жвачка с пиццей вместе образует нечто нереальное. Это настолько вкусно, что я не хочу останавливаться. Пожалуй, пиццы лучше я уже давно не встречала. Думаю, самое время для огромного пузыря из жвачки. Вот это да, он и правда большой. Чем больше пузырь, тем круче будет бум. Что произошло? Где я? Я ничего не вижу из-за этой жижи. Это мой шанс. Избавлюсь от всех куриных ножек. Есть пицца без них гораздо вкуснее. Джули, думаешь, я ничего не видела? А вот и нет, я видела все. И за твой обман тебе придется столкнуться с колесом наказания. О нет, надеюсь, мне выпадет что-нибудь не страшное. Ура, пронесло. Дождь это даже приятно. А если это будет дождь из куриных лапок? Ха-ха. Ой, помогите. Меня накрывает волну этих гадких лапок. Джули, ты так смешно выглядишь. Посмотрим, какая вкусняшка ждет меня на этот раз. О, да. Вот это я понимаю везение. Пришло время для мармеладных глазок. Их можно не просто съесть, с ними можно еще и поиграть. Смотри, Мила, у меня глаза на пальцах. Ну ладно, посмеялись и хватит. Пора попробовать. Ну как, вкусные? Очень. Уверена, что пицца будет невероятной. Я тоже хочу вкусняшку. Осьминог? О, нет. Какой ужас, они такие маленькие, склизкие и мерзкие. Не представляю, насколько пицца будет ужасной. Просто представь, что это будет мерзко, тогда не прогадаешь. Да уж, даже на вид противно. Не завидую я тебе. Я вот уверена, что пицца с мармеладными глазами будет вкусной. Даже выглядит приятно. Красота. Как же это вкусно. Невозможно остановиться. Я бы тоже от мармелада не отказалась. Никто бы не отказался. Сама себе завидую, что слопала такую вкусную пиццу. Теперь глаза даже изо рта лезут. Джули, ты как всегда дурачишься. У меня просто замечательное настроение. Мила, а ты чего не ешь? Я уже надеялась, что ты про меня не вспомнишь. Очень не хочется пробовать этих осьминогов. Надеюсь, они не прилипнут ко мне изнутри. Бедная Мила, мне даже смотреть на это мерзко. Конечно, это же осьминоги. Они липнут прямо к языку. Джули, ты думаешь, это смешно? Это вообще не смешно. Получай. Ой, что это было? Как ты посмела. Зато теперь ты понимаешь, что осьминоги – это вообще не смешно. Ты это зря сделала. Держись. Сейчас я тебе пиццу прямо в рот засуну. Целиком. Тогда тебе точно не спастись от всех этих осьминогов. Получай. Какая мерзость. Джули, ты очень жестокая. А вот и нет. Я просто справедливая. Приятного аппетита. Решим на цуэфа, кто крутит колесо первой. Я победила. О, да. Картошку фри я очень люблю. А тараканов ты любишь? Они тебе и попадутся. Джули, ты знаешь, что жульничать – это нехорошо. Верни колесо в то положение, в котором оно было. Или придется прибегнуть к колесу наказаний. Ну и ладно. А вот и моя картошечка. Ее так много, и она так аппетитно пахнет. Хочется поскорее ее слопать. Джули, твоя очередь крутить. Точно. Надеюсь, мне тоже выпадет вкусняшка. Хоть бы вкусная, хоть бы вкусная. Нет. Что угодно, но только не чеснок. Он же вонючий. Странно, а почему его нет? Значит, мне не придется ничего есть. Посмотри повнимательнее. И правда, запах откуда-то исходит. Зачем на меня повесили эту бяку? Отвратительно. Так, ладно. Для начала нужно чеснок почистить. Для этого у меня есть даже специальная коробочка. Сначала туда нужно выложить все зубчики чеснока. И за пару секунд чеснок превращается в чищенный чеснок. Готово. Из него можно сделать очень красивый рисунок на пицце. Например, сердечко. Классная идея. А я с помощью картошки передам свою эмоцию. Радость. То есть нарисую милый смайлик. Смайлик гораздо лучше, чем сердечко. Ну вот еще, ты просто повторила за мной. Мое чесночное сердце уже ничто не сможет перебить. Да-да, а теперь тебе это сердце нужно съесть. О нет, как же я буду его есть. Сердце же такое красивое. Ты постоянно отлыниваешь. Время – колеса наказаний. Блин, что-то мне совсем не везет. Придется не просто есть пиццу с чесноком, но и сделать из нее коктейль в блендере. Блендер у нас есть, так что тебе повезло. Мне даже интересно, что из этого получится. Думаю, что-то очень мерзкое. Сейчас мы это и узнаем. Давай. Если меня вырвет, Мила, ты будешь в этом виновата. От такой смеси наверняка стошнит. Да уж, да уж. Выглядит и правда мерзко. У меня во рту будто помойное ведро. Я так долго точно не протяну. О, это не значит, что я должна это нюхать. Держите меня, я падаю. О нет, чеснок даже Милу погубил. Какой кошмар. Я здесь, я в порядке. Ого, картошка фри даже на моем лице оказалась круто. Я хотела кушать, а мне досталась всего одна пицца. Жаль. Мне тоже тебя очень жаль. Но как круто, что у меня пиццы гораздо больше. У тебя? Это ты еще мою башню не видела? Смотри, тут так много пиццы, что она до самого неба достает. Но первый ест там, который меньше всего повезло. То есть Диана. А ну хватит, это совсем не смешно. Я и без вас знаю, что буду есть первый. И я очень этому рада. Хотя у меня всего одна пицца. Она все еще очень вкусная и теплая. Вы только посмотрите, как сыр тянется. Просто красота. Пальчики оближешь. Эй, смотри, куда мусор кидаешь. Да какая разница, главное, что мне вкусно. Хватит, перестань. Ну все, ты мне уже надоела. Решила побросать в меня корки? Получай корку в ответ. Такие вы смешные. И только меня никто не трогает. Пора бы, кстати, и мне поесть пиццу. О да, Диана, ты была права. Пицца просто восхитительная. О, идея. Я знаю, как можно максимально удобно ее съесть. Чтобы не испачкать руки, можно свернуть ее по принципу лаваша. Вот теперь и вкусно, и удобно. Ммм, как же аппетитно ты ешь. Смотрите, сейчас я покажу вам, как очень быстро можно съесть пиццу. Ну как, это же очень круто. Вау, я и не думала, что столько пиццы может поместиться в рот одного человека. Конечно, может, более того, так можно есть несколько пицц подряд. Ой-ой, кажется, все пошло не по плану. Что же теперь делать? Да ладно, чего ты переживаешь? Зато теперь вся твоя пицца стала нашей. И мы сможем ею полакомиться. А где мои пиццы? Вам не стыдно? Вы просто нагло их украли. В воровке. Не кричи на нас. Мы просто очень голодные. Ну, наконец-то пришло мое время, когда я могу приступить к своей пицце. Я так долго этого ждала. Ничего себе! Настоящее падение башни! Вот именно. Но башня не простой, а очень и очень вкусной. О, албаска осталась. Всего один тик-так. До одной конфеткой даже не наешься. У меня целая коробка. Смотри, что у Дианы. Да, смотрите все, что у меня есть. Это не просто коробочка, это целая гигантская пачка тик-така. Это же так круто, но первый ест Лили. Знаю, мой тик-так со вкусом Кока-Колы. А Кока-Колу я очень люблю. Вкусно, но очень мало. Мэри, теперь твоя очередь есть. Ура! Я всегда готова скушать что-нибудь вкусненькое. Что же это такое? Почему конфеты не высыпаются? А ну, быстро ко мне в рот. Ха-ха, Мэри растеряла все свои конфетки. Ничего подобного. Пусть они и валяются на столе, но их все еще можно съесть. Точнее, всосать через трубочку. Я в восторге. Диана, осталась только ты. Давай! Ура! Наконец-то пришел мой черед есть весь этот тик-так. Посмотрите, как много. Нет. Как же это вкусно! Да, уж вкусно. Может, ты и с нами поделишься? У тебя вот сколько пачек. Поделиться? Еще чего. Он такой вкусный, что я и сама с удовольствием все это съем. Блин, точно. У меня идея, как незаметно украсть у Дианы хотя бы одну коробочку. Если я протяну руку с этой стороны, она точно этого не заметит. Мэри, подставляй руку, сейчас будем кушать тик-так. Эй, откуда у вас тик-так? Это же мои конфеты. Ну все, вам хана. Приготовьтесь к обстрелу из конфетного ружья. Получайте. Хватит, стоп. Умоляю, перестань. Будете знать, как воровать мои конфеты. Точно, она же обстреливает нас конфетами. А это очень вкусные пульки. Можно ловить их ртом и кушать. Это просто гениальная идея. Получайте. Ой, кажется, у меня совсем закончились патроны. И есть мне больше нечего. Зато мы и наелись. Спасибо тебе, Диана. Ничего себе. Куда мне столько чеснока? Согласна. Меня тоже не обидели. Не повезло вам, девочки. А вот у меня чеснока всего лишь одна штучка. Зато ты первая его ешь. Ну и что? Думаю, я быстро с ним разберусь. Сейчас только очищу его от кожуры. А то с ней совсем не прикольно есть. Ого, крутой способ очистки. А вы как думали? Теперь осталось очень круто его съесть. Ой, нет. Такую гадость я есть не хочу. Видела бы ты свое сморщенное лицо. Знаешь, что тебе может помочь? Чеснокодавилка. С ее помощью поедание чеснока уже не будет казаться таким неприятным. Давай, Лилия, открывай рот. Я помогу тебе и выдавлю чеснок прямо туда. Нет уж, спасибо, я обойдусь. А ну, открывай рот. Сама не откроешь, я тебе помогу. Ну как тебе вкусно? Понравился чесночок? Нет, это ужасно. Ничего хуже я в жизни не пробовала. Ой, прошу прощения. Ну и вонь. Теперь и мы должны нюхать эту гадость. Лилия, чтобы у тебя изо рта не пахло, как из канализации, возьми жвачку. Ой, спасибо. От жвачки я бы точно не отказалась. Помогло. Теперь я будто и не ела этот чеснок. Тебе повезло, а ты чеснок уже съела. А мне вот это только предстоит. Хотя зачем его есть? Он же такой красивый. Будет гораздо лучше, если я надену его на шею и буду носить как украшение. Нет уж, по правилам ты должна его съесть. Так что приятного аппетита. Я надеялась, что идея с бутсами сработает. А ты очень злая, Диана. Но я все равно не буду кусать этот чеснок. У меня есть идея получше. Чтобы быстро и тщательно почистить чеснок, нужно вывалить его в стакан и хорошенько потрясти. Тогда все ошметки останутся там. А сами головки чеснока можно будет спокойно съесть. Вау. Ну, взгляните-ка. Получается. Теперь можно приступать. Каман! Фу, да уж. Лили, согласна, чеснок очень неприятный. Кажется, будто я съела мусорное ведро. Да, и пахнет в комнате теперь именно так. Но ничего страшного. Я знаю, как быстро справиться даже с таким мерзким запахом. Нам поможет освежитель воздуха. Ничего вам не поможет, пока запах не выветрится из моего рта. Блин. И что теперь делать? Точно. Если пахнет у тебя изо рта, то нужно забрызгать его освежителем. Вот, получай. Ой, кажется, аэрозол кончился. Ну и ладно. Запах тоже уже пропал. Точно. Запаха нет. Хотя на вкус он тоже ужасный. Диана, теперь твоя очередь есть чеснок. Девочки, умоляю, можно я не буду есть всю эту кучу? Нельзя, ешь. Мы в тебя верим. Надеюсь, меня не стошнит. Так. Пока терплю. Все-таки я девушка сильная, смогу перетерпеть пару долек чеснока. Какая гадость. Я не могу это есть. Вот это да. Она прямо с кожурой его ест. Ничего себе. Так, осталось чуть-чуть. Я должна справиться с этой заразой. Аккуратнее. Не бросай мучер, он прямо в нас летит. Да мне плевать, сейчас меня волнует только то, что у меня изо рта воняет, как из помойного ведра. Да уж, запах ужасный. Но я знаю, что нам может помочь. Если мы прикроем источник этой вони, то избавимся от нее в комнате. А, мне нечем дышать. Помогите, спасите. Надеюсь, она жива? Конечно, жива. Просто потеряла сознание от этой вони. Это с кейсом? Со мной все окей, я жива. Я в порядке. Прости, Диана, но зато не воняло. Давайте начнем с простого. Приготовьте мне картошку фри. Запросто. Будет сделано. Как раз хотел научиться готовить. Пока все чистят картошку, я лучше приготовлю масло. Его, кстати, много не бывает. Ну что, масло почти закипело. Это значит, что самое время высыпать туда готовые ломтики картошки фри. Нет. Стоять. Ой, оно брызгается. Горячо, помогите. Ты что творишь? Из-за тебя нас чуть не обстреляло кипящее масло. Масло нужно лить со всей осторожностью. Тогда картошечка поджарится равномерно. Ничего трудного. Картошка фри готова. Осталось только немного добавить соуса. Фри? По-моему, это обычная жареная картошка. Вот я приготовила настоящую картошку фри. И это еще не все. Сейчас я из обычной картошки сделаю настоящий деликатес. Мне понадобится бекон, соус. И, конечно же, душистый розмарин. Какой аромат. Точно. У меня еще не все потеряно. Почему бы не воспользоваться мармеладной картошкой? Говорят, что если макать его в клубничный сироп, то будет еще вкуснее. Вот это да. Начну пробовать с картошки посередине. Бабуля, это очень вкусно. Ой, фу. Я терпеть не могу розмарин. Простите, госпожа повар, но мне не понравилось. Но вот идею с мармеладной картошкой я оценила. Теперь я даже не знаю, кого выбрать победителем. Пусть будет бабушка. Ура. В этот раз задача посложнее. Вам нужно приготовить суши. Каман! Будет сделано. По лучшему рецепту. Суси, шуси. Да уж, в деревне понятия не имеют о том, что такое суши. Да я сейчас такие суши забабахаю, что вам и не снилось. Обычные суши – это скучно. Другое дело – суши из разных конфеток. А начинкой будут вкуснейшие взбитые сливки, мармеладные глаза и мишки хариба. Красота. И, конечно, нельзя забывать про шоколадный сироп. Интересно придумал. У меня тоже совсем скоро будут готовы суси. Главное – аккуратно повторять за шеф-поваром. Но пока ничего сложного. Ничего сложного. Ничего сложного? Вот и посмотрим, какие отвратительные суши у вас получатся. Соус добавлять и я умею. На это вообще особого ума не надо. Как это называется? Авокадо? Самое главное – все скрутить ровно. У вас, бабуля, уж точно не получится. Ну вот, идеальные суши готовы. Какой ужас. Я не думала, что эти ваши суси такие уродливые. Самое время обернуть суши в лосось. Главное – не пожалеть рыбы. Нарезать ее толстенькими кусочками. И нельзя забывать про соевый соус. Рыба, говорите? Хорошо. Будет сделано. Готово. Надеюсь, получится вкусно. Ничего себе. У повара, конечно, суши выглядит более привлекательно. Но я придумала оригинальный выход из ситуации. Почему бы просто не приготовить суши из огурца? И вкусно, и полезно. И мерзко. Это еще почему. Огурец – идеальная заготовка для суши. В него нужно только побольше риса затолкнуть. Совсем не аппетитно. Погоди, это еще не все. Ну вот, смотрите, какая красота. Это еще что такое? Никогда не видела суши из огурца и риса. Нет уж, эту гадость я даже пробовать не буду. А вот сладкие суши я попробую с удовольствием. Ура! Ого! Вкусно, но совсем не сытно. Остался последний кандидат. Вот они, настоящие суши. И на вид, и на вкус. Госпожа повар, вы победили. Спасибо, но это было очевидно. О, нет! Надеюсь, вафлю может приготовить каждый из вас. Я слышал, что начинать нужно с теста. Думаю, с ним у меня проблем не будет. Добавим сахарку для сладости. Немножко перемешаем. Класс! А теперь добавим муку. Ой-ой, кажется, что-то в нос попало. Вот тебе и вафля. Ничего страшного, продолжаем. Ого, я высыпал целую пачку. Ну, наверное, так и надо. Осталось только хорошенько размешать. Теперь мое готовое тесто нужно заливать в вафельницу. Давайте! Это будут самые вкусные вафли в жизни моей сестренки. О, да. Тесто получилось вкусным. А главное, без яичной скорлупы. Надеюсь, из него получится достойная вафелька. Все добавили сахар. Но я-то знаю, что сахар вреден. Так что вместо него я добавлю кабачок. Даже не так. Я сделаю вафлю из кабачка. Мне понадобится натереть его на мелкой терке. Готово. А теперь добавляем яйца. И, конечно же, муку. Хорошенько все перемешиваем. И добавляем зелени для вкуса. Звучит противно. Зато такое тесто гораздо полезнее вашего. Вот теперь его можно и в вафельницу залить. И не забываем засечь время, чтобы вафелька не подгорела. Да, время засечь – это правильная мысль. Ой. А я-то время не засек, и моя вафля сгорела. Горячо-то как. Ну ничего. Ее не очень приятный вид я скрою с помощью взбитых сливок, ягод и шоколадного сиропа. Ну, получилась же красота. А я свои вафельки по традиции полью кленовым сиропом. Кусочек сливочного масла тоже не будет лишним. Какая вкуснятина. А я свои без того полезные вафли украшу полезными травами. Не терпится попробовать. Начну вот с этой. Ой, эта вафля какая-то пережаренная. Такое я есть не буду. А это что? Фу, эти вафли со вкусом травы и кабачка. Ненавижу. А вот это явно что-то вкусное. О да, именно то, чего я и хотела. Бабушка, ты побеждаешь. Ура, не зря я так старалась. Напоследок я хочу выпить кружку вкусного кофе. Окей, будет сделано. Расплюнуть. Мне в голову пришла просто гениальная идея. Горячий кофе – это скучно. Сегодня в моде холодный кофе. То есть фрапучино. Нужно закинуть побольше льда в большую кружку. А потом добавить вкуснейшего шоколадного сиропа. И, конечно же, нельзя забывать про сам кофе. Он у меня, между прочим, из Старбакса. А еще коктейль из шоколадки «Твикс» явно не будет лишним. Его я немного взобью и использую вместо молочка. А я, пожалуй, приготовлю более классический вариант кофе. Растворимый. Я знаю, что моя внучка такой любит. Ну вот, думаю, достаточно. Добавляем взбитый коктейль. А сверху украшаем взбитыми сливками. Остались последние штрихи. Печеньки «Оруа» и палочка «Твикс». Ну и, конечно же, трубочка. Ох, дилетанты. Ну что, пришел мой черед готовить настоящий кофе. С помощью весов я отмерю нужное количество зерен. То, что нужно. Теперь с помощью ручной кофемолки я измельчу их до необходимой консистенции. Смотрите и учитесь. И вот только теперь я залью кофе кипятком. Что, кофе и правда так готовится? Прекрасно. Теперь я налью кофе в чашку. А молоко для кофе я тоже буду взбивать вручную. Про правила подачи тоже не нужно забывать. Смотрите, какая красота. Начну с кофе посередине. Бабушка, я этот кофе всегда узнаю. И пора признаться, что он мне совсем не нравится. Окей. Вот этот кофе выглядит приятно. Вкусно, но немножко горьковато. Остался последний кандидат на победу. О, вот это реально круто. Братик, в этом раунде побеждаешь ты. Да, наконец-то.